Добрый день, мои зрители! Вы на спортивно-игровом канале Vavon Games. Друзья, весело мне, потому что, вы понимаете, я нахожусь немного не в домашней атмосфере, не совсем дома. Вот этот фон, я думаю, выдает меня... Ну, если честно, я оказался в такой комнате, которая не только обладает эхом, но еще и вот своеобразным цветом стен, да и вообще... Сейчас я вам даже покажу эту комнату. Вообще, это гостиница в городе Астрахань. Вот я приехал сюда по срочным делам. И вот такой вот у меня номер, друзья, в азиатском, скажем так, стиле. Ну, естественно, матч ТВ. Кстати, наши девчонки по хоккею проигрывают уже 4-0, по-моему, американкам. И это, конечно, печально. Вот тут у меня есть даже вот такая вот клетка. Вот. Ну и вот это вот место, где я все для вас сейчас буду записывать. Маленькая очень комната, не совсем, а доволен. И темная достаточно, вот ванная намного светлее. И хоть в ванной снимай видео, но вот тоже с таким... с таким антуражем. Короче, я не совсем в привычных условиях, но, как говорится, без видосов оставить вас не имею права. Тем более, что, к сожалению, друзья, я не смог из-за вот этой срочной командировки записать для вас видео по прогнозу на первый матч сборной России по хоккею на Олимпийских играх. Но я надеюсь, вы меня простите. Ни в коем случае не расстраивайтесь. Прогнозы будут на эту Олимпиаду. Ну а сегодня такой хоккейный, в любом случае, видос в поддержку нашей сборной. Не забываем главный хэштег «Россия в моем сердце». Как-то неоднозначно вот это выглядело сейчас. Мы сегодня будем продолжать открывать пакетики с игроками, лучшими игроками КХЛ, которые будут биться за сборную России. Сегодня буду вскрывать пакетики вот таким вот, ой, прошу прощения, вот таким вот охотничьим ножом. Просто тут в гостинице под рукой нет ножниц у меня, и я поэтому достал из автомобиля этот замечательный нож. Вот так вот. Естественно, пошел наш фирменный запах. И давайте, знаете, что сегодня мы сделаем? Если уж у меня не появляется возможности записать прогноз, то давайте я сегодня устрою такой мини-дуэль. Если в паке мы сегодня будем ловить игрока сборной России, который поехал на Олимпиаду выступать за нашу страну, то это, скажем так, один плюс в пользу наших хоккеистов. Один гол плюс нашим хоккеистам. Но если это будет игрок Словакии, то тогда плюс нашим соперникам на сегодняшний матч. Просто вы сами прекрасно понимаете, что словацких хоккеистов в КХЛ играет мало, а на Олимпиаду вообще два или три человека всего поехало от КХЛ. Но все же, все же, как мне кажется, будет интересное противостояние. Игроки только сборной России, а Словакии любые. Итак, друзья, наклейка номер 11 ассоциируется с тем, что СКА стал чемпионом в сезоне 14-15. В том сезоне еще запомнилась очень длинная серия голкиперов Локомотива. Алексей Мурыгин из Локомотива тогда отстоял 302 минуты без пропущенных шайб. Ну а это СКА обладатели Кубка Гагарина сезона 16-17. И в том сезоне Сергей Мазякин стал лучшим бомбардиром в истории российского хоккея. Итак, номер 339, Ян Коварш. Друзья, это всем известный чех из Амура. 434. Игроки команды Боброва, Мэтт Элесон, Илья Ковальчук и Антон Ковалев. Следующая наклейка 102. Это у нас Адмирал. Следующая наклейка 408. И есть у меня, да, подозрение, что это легенда. Вот так вот. Это Сергей Зиновьев, друзья, который в 2014 году закончил свою карьеру за Салават Юлаев. И я думаю, представлении лишним этот хоккеист не нуждается. Вот такая вот классная карточка легенды. Первая легенда сегодня у нас есть. Следующая наклейка 54. И это у нас Спартак Москва. 374 наклеечка. И это Денис Кокарев. Салават Юлаев. И это у нас с вами, друзья, вратарь трактора и команда Харламова Павел Франсуаз. Наклейка 104. И здесь у нас Амур 26. И это Андрей Марков, друзья. Андрей Марков Акбарс. Ведущий игрок своей команды. Классная карточка. Наклейка номер 50. И тут у нас Слован, друзья, вот я даже не знаю. Вы же сами понимаете, что клуб-то базируется как раз-таки в этой самой Словакии, в которой нам играть. Но вот, наверное, 1-0 в пользу гостей будет. Интересно. Интересно. Я почему-то был уверен, что будет легкая победа для россиян. Но пока мы засчитываем очков в копилку соперника сборной России. 371. Смотрим, что здесь. Здесь Александр Логинов. Салават Юлаев. Вы, кстати, очень хотели игроков именно из этого клуба. Вот они и есть. И вы хотите, чтобы я создал эту команду в НХЛ-18. Ну что ж, будет много лайков. Создам обязательно. 436. Следующая наклейка. И здесь у нас игроки команды Тарасова. Это очередной матч звезд. 67-й номер. И здесь торпеда Нижний Новгород. Классная вот такая серебристая наклеечка. 270. Кто тут нам попадается? Дмитрий Костромитин. 248. И тут Якоб Коварш. Вы гляньте, автомобилист Чехии. Сегодня был уже его брат. Якоб и Ян Коваржи. Вот два брата нам сегодня попадаются. Ух ты, друзья. 333. По-моему, у нас была такая наклейка. Вадим Краснослободцев. Нет, может быть и не было. Адмирал. 437. И здесь у нас Форвард. Салават Юлаева и команды Чернышева. Энвер. Слушайте, ну сегодня очень много Салавата. Очень много. И вот для поклонников этого клуба. Наклейки. 182. Смотрим здесь. Максим Афиногенов, друзья. Ветеран. Бывший форвард сборной России. Макс. Это легенда русского хоккея. Итак, следующая наклейка. 411. И это, друзья, походу легенда. Да, друзья. Это легенда. Динамо Риги. Если мне память не изменяет. Это Марцел Хосса. И это тоже Словак, друзья. Вот так вот я не вспомнил бы никогда в жизни, если бы не придумал вот эту тематику для сегодняшнего выпуска. Вот так вот уже Словакия с отчетом 2-0 ведет. Еще и легенда. Можно сказать 2,5 на 0. Ладно, следующая наклейка. 53. Здесь Спартак Москва. Ну что же, будут у нас сегодня игроки сборной России. Хотя бы кто-нибудь. Пока мы проигрываем. Это, если честно, неприятно. Но зато мы двух легенд поймали. КХЛ. И вот это уже, конечно, в копилочку нашего альбомчика. 228. Кто здесь? Константин Барулин, друзья. Галкипер Сочи. Тоже бывший игрок сборной России. Но на Олимпиаду не поехал. 342. Смотрим, что здесь у нас. Богдан Потехин. 108 наклеечка. И здесь у нас Астана. По-моему, есть такая у нас уже. Наклейка номер 412. Друзья, это точно легенда. Но только кто? Бум! Это Володя Тарасенко. Еще за Сибирь, когда он играл. Вы просто посмотрите. Смотрите. Это, конечно, лучшая легенда сегодняшнего Покопенинга на данный момент. И, наконец-то, это российская легенда. Очень крутая карточка. Одна из тех, которую я больше всего хотел поймать, друзья. Владимир Тарасенко. Еще и в форме Сибири. Очень круто. Лайк, пожалуйста, за это. Но, к сожалению, на этой Олимпиаде он не может участвовать. Хотя, если бы были игроки НХЛ, было бы точно. Ладно, откладываем. Продолжаем. 60-й номер. И здесь у нас Динамо Москва. Ну и второй наборчик разрезаем. Так, и что здесь у нас? 11 и 12. Это уже сегодня были эти наклеечки. Откладываем их. Где же, где же, где же игроки сборной России? 226. Егор Дугин. Торпеда Нижний Новгород. Вот вам региональные команды. Вот сегодня Покопанинг полностью про регионы. 314. Югра. Константин Майоров. Ну, этот парень уже, по-моему, у нас есть. 176. Следующий пакетик. И тут у нас Александр Хохлачев. Форвард. Спартак Москва. 266. И здесь у нас Антон Ландер. Швед из Акбарса. 239. И тут Мэтт Робинсон. Канадец из ЦСКА. Но, по-моему, эта карточка у нас уже есть. Следующий пакетик. Я, если честно, в шоке. Где игроки сборной России? Где хоть кто-нибудь? Хотя бы повтор. Это тоже будет засчитано. Владимир Газулин. Торпеда Нижний Новгород. 169. Что здесь у нас? А, Вилли. Вилли. 267. И тут у нас Федор Малыхин. 120-я наклейка. Евгений Лисовец. Белорус. Из Динамо Минск. Всего три пакета, друзья, остается до сих пор ни одного игрока сборной России. Как бы я бы не сглазил бы сегодня нашу команду таким прогнозом своеобразным. 365. А Алексей Паникаровский. Есть у нас уже эта карточка. Про нее в прошлых выпусках рассказывал. Поэтому бегом по ссылочке в описании смотреть прошлые выпуски. 316. Смотрим, кто здесь. Здесь Антон Королев. Югра. 268. А тут у нас Александр Лазушин. Лада. 130. И кто тут у нас? Это Георгий Пуяц. Динамо Рига. Два пакетика остается. Всего несколько карточек. И до сих пор ни одного игрока действующей сборной России. Стафан Кронваль. Локомотив. Классная наклейка. Очень прикольная. Максим Тальбо. Локомотив. Канада. Есть уже этот у нас игрок. 291. Кто здесь? Дамир Шеребзянов. Россия. Много русских игроков. Но из сборной нет никого. Вот. Наконец-то. Наконец-то. Илья Ковальчук. Это дубликат. Он у нас уже есть. Но 2-1 счет становится. Друзья. Вот так вот. Россия сокращает отставание. 242-я наклейка. И Кирилл Капризов. Тут же. Тут же счет становится. 2-2. Да. Красавцы наши. Просто вовремя прям. Две подряд наклейки. Хотя и Кирилл тоже у нас уже в дубликатах. Но мы сравняли счет. Ну что ж. Последний пакет, друзья. Все сейчас решится. Интересная, как мне кажется, игру я придумал. И для вас, и для себя. Смотрим. 217. Кто здесь? Дмитрий Когарпицкий. Северсталь. Это лидер команды. Вот такая крутая наклейка нам достается. Они прям редкость. Вот такие наклеечки. Брэндон Козун. Еще один канадец из локомотива Ярослава. Ох, как много сегодня региональных команд. 292. И здесь Робин Ганзул. 154. И тут Никита Гусев, друзья. Сборная России вырывается вперед. Есть у нас эта карточка. Но это еще один игрок сборной России. Вот так вот просто на финишной прямой мы опережаем Словаков. И Валерий Нечушкин. Еще один игрок, который должен был ехать на Олимпиаду. Но, к сожалению, под каким-то запретом оказался. Но, по-моему, Валерий у нас тоже в дубликатах. Вот так вот, друзья. Вот так мы победили в концовке. Крутой пакопенинг. Несколько легенд. И классные карточки. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайк. Ну, вот такие, друзья, крутые паки, как по мне, мы открылись сегодня. И я надеюсь, что вы поддержите лайком это видео. Потому что я хочу, чтобы эта рубрика продолжалась. Да и многим из вас она нравится. Поэтому надеюсь, что вы поддержите лайком. Также не забывайте подписаться в группу ВКонтакте, чтобы не пропускать анонсы всех видео. И жмите колокольчик. Друзья, канал пока еще в бане. Но колокольчик не даст вам пропустить ни одного видео. Поэтому колокольчик нажимаем обязательно. Все. Говорю на этом. До свидания. До скорых встреч. И всем пока.